Коллеги, добрый день. У нас Антон Чайдаев. Я очень рад, что у нас появился новый докладчик в нашем PIMON ряду докладов. Антон, честный знак, тебе слово. Спасибо. Привет всем еще раз, коллеги. Мы так резко перейдем, получается, к вещам простым земным. У нас PIO-шка версии 7.5. И про интеграцию с честным знаком пройдет мой доклад. Итак, вообще предыстория какова? В компанию у нас внедряется новая самописная track-and-trace система на базе SAP. И ее нужно с честным знаком синтегрировать. Вообще основные моменты интеграции с честным знаком, вот как для меня самые интересные такие были, это два момента. Большинство методов работы с API честного знака требуют токена. Причем полученного не каким-то простым стандартным путем, а при помощи электронной подписи. Токен получает следующим образом. Нам нужно вызвать один метод, получить уникальный ID-шник нашего запроса и некую рандомную строку. Затем мы эту рандомную строчку должны подписать электронной подписью и после этого вызвать второй уже метод и передать туда ID запроса и подписанную строчку. Причем подпись должна быть прикрепленная. Если все ок, то в отметке мы получим токен. Токен будет жить 10 часов. Это первая такая сложность. И вторая, все документы, которые мы передаем в честный знак, должны быть также подписаны цифровой подписью, но уже открепленной. Документы, которые передаются в честный знак, могут быть в разных форматах, там JSON, XML, CSV. В нашем случае это было порядка 12 документов и мы выбрали формат JSON. Ну, это так. И, в общем-то, возникает первый вопрос. Кто и как это все будет подписывать? Осложняется это все тем, что с интегрированной честным знаком нужна группа компаний. У нас будет несколько разных NNN и у каждой компании будут свои владельцы ключей, которыми надо подписывать. То есть в перспективе это будет порядка 50 разных контейнеров с подписями и кто-то, получается, должен будет их у себя хранить и ими подписывать документы и получать токены. И мы начали рассматривать варианты с первым вопросом, кто будет подписывать. Предложили, например, сделать это в ABAP. Благо она внедряется, там все это Z-разработка и как насчет того, чтобы подписать именно в ABAP-системе. Крипто-провайдера мы, так сказать, не выбирали или выбирали на безальтернативной основе. Это будет просто CryptoPro. У CryptoPro есть продукт, называемый SSF, набор библиотек, который можно поставить и работать с ним в ABAP-системе. То есть ABAP-разработчик может, используя эти либы, подписывать документы. Видим такие проблемы, вопросы, недостатки с тем, что получается, что в ABAP-системе нужно будет хранить схему документов, которые будут подписываться и отправляться в GSMT. Там же будет формироваться JSON и вот подписывается этот док. Выглядит жирным минусом, потому что все же структуру надо в PEO-шке хранить и это удобнее. Если вдруг кому-то в компании еще понадобится функционал по подписанию, то ему придется идти вот в эту бизнес-систему, в которой он реализован. Выглядит тоже неокольный. И проблема с хранением десятков контейнеров с подписями в этой бизнес-системе и прописыванием там пароля для каждого из контейнеров. Очевидным плюсом в данной ситуации является то, что PEO-шке ничего делать не надо, а нам интеграторам. То есть к нам придут готовые документы, мы просто передадим их в GSMT. Пошли в следующий вариант. Как насчет того, чтобы производить подписание в самой PEO-шке? У CryptoPro есть продукт, называемый GCP, он же Java CryptoPro. И это, собственно, джавовские либы, которые ставятся на JRE. И вот в какой джава-машине они работают, в той ты можешь производить подписание с использованием классов методов, которые в этих либах есть. В таком варианте у нас лучше ситуация выглядит, потому что у нас схемы доков будут храниться в PEO-шке. То есть, например, через кастомное ABAP-прокси нам саб-система заполняет эти доки, мы их у себя подписываем и передаем в GSMT. Опять же, если кому-то вдруг понадобится подписывать данные у нас в компании, то они пойдут в интеграционную шину за этим. Ну, не знаю, плюс-минус. Не сталкивался, наверное, с такими архитектурами. Опять же, в PEO-шке надо будет хранить эти контейнеры с подписями на сервере и прописывать там пароли. И вот самый большой недостаток, который мы увидели, это то, что у нас, например, шина в пароде расположена на четырех разных джавах, четыре инстанции. Получается, что это либо нужно приобретать четыре лицензии CryptoPro, чтобы поставить их на все инстанции и синхронизировать при этом между ними контейнеры с подписями. Либо же устанавливать это на одну инстанцию и как-то настраивать взаимодействие между ними, чтобы все шли именно туда и подписывали там документы. Ну, в общем, такая вот проблема, которая привела нас к мысли о том, что, наверное, надо бы вынести некий сервис, систему, которая будет заниматься подписаниями, в отдельную, как бы, вещь. Можно закастомить это на джаве, например, и использовать ту же CryptoPro JSP, а общаться с ней через HTTP, например, протокол из шины. Опять же, у нас все еще схема документов хранятся в пиошке, что ок. За подписью мы пойдем, ну, как бы, в специально предназначенный для этого сервис, который мы напишем, и контейнеры там же будем хранить с паролями в предназначенном для этого месте. Ну, и есть проблем, конечно же, это кастом, это потенциальная легоси система, а бывает, не доезжая до прода, это уже легоси система. Но, несмотря на это, именно этот вариант мы выбрали, мы разработали, типа, систему с кодовым названием CryptoPro Service. Она из себя представляет растапи, которые можно сходить там по HTTP-запросу и подписать данные. Есть варианты с открепленной, прикрепленной подписью, прикручено нормальное введение логов, удобное их чтение, чтобы не заходить на сервер, там, лазить в папочках, можно из браузера все нормально посмотреть. Ну, этот вариант чтения логов был, честно, сфорован с GitHub у какого-то прекрасного человека, дай бог вам здоровья. Есть введение пользователей с разграничением ролей, тоже простенькое, то есть кто-то может просто подписывать данные, а кто-то админный и может делать вообще все. Стоит это все на Tomcat, разработанном на Java, на Spring Boot, прикручен Swagger, чтобы было красивее, получается, есть некая документация API для легализации вообще системы в компании. Вот, для хранения контейнеров и хранения паролей используется базейка Apache Derby, причем встроенная, то есть она поднимается, падает вместе с приложением и доступ у нее есть только из самого приложения. То есть никто туда заглянуть посмотреть не сможет, только приложух работает с базой. Понятно, она персистится на файловой системе, то есть все там сохраняется. И одна из самых удобных фич, которая в нашем случае с учетом 50 контейнеров и предположительно 50 владельцев контейнеров нам нужна, это возможность добавления ключей с контейнерами через пост-запрост. То есть владелец контейнера у себя через CryptoPro CSP на рабочем месте может выгрузить свой контейнер в архив и затем через простенький пост-запрост, там форм-дейта, через Postman, например, инструкция есть, как этот контейнер поместить в CryptoPro сервис. Это сделано для того, чтобы владельцы не передавали нам, например, как ответственным за эту систему, пароли от своих контейнеров с ключами. Вот. Примерно так мы решили проблему с первым вопросом. Систему... Я писал один. Это порядка... Получилось чуть меньше тысячи строк кода. Дня 2-3 на энтузиазме на выходных получилось запилить некую работающую версию и потом еще сверху дней 6 для того, чтобы превратить ее в что-то нормальное. Примерно столько времени ушло. Переходим ко второму вопросу. Кто и как будет хранить токены? По традиции мы начали с варианта, когда токен будет храниться в ABAP-системе. Вообще мысль у меня была такая, что токен привязан к INNN. То есть он как-то связан с бизнес-логикой. А Track and Trace система знает, какой документ, каким INNN надо подписать и так далее. То есть у себя может как-то хранить этот токен в разрезе INNN имеющихся. А запрашивать можно через ПОшку. То есть когда ей понадобится обновить токен, она передаст запрос в ПОшку и мы там как-нибудь его получим при помощи лукапов в CryptoProService созданный и так далее. А потом, когда ей понадобится выполнить какой-то запрос в GSMT, она этот токен нам передаст в пакете. Мы его там в хедер благополучно поместим сами. А вот плюс в этой схеме то, что токен будет создан только по необходимости. Минусы самые, наверное, яркие. Во-первых, токен все же это какое-то более техническое понятие. И то, что бизнес-система хранит и следит за жизнью токенов, звучит, наверное, все же не ОК. И второе, если у нас пакет упадет до, как там, упадет между Track & Trace системой и честным знаком, где-то на ПОшке и пролежит там какое-то время, пока токен просрочится, то мы его переотправить уже не сможем. Нам его нужно будет канцелять, идти в бизнес-систему, либо там это как-то отслеживать, чтобы она заново формировала запрос, например, обновляла токен и так далее. Пошли дальше с тем, чтобы хранить его в ПОшке. Здесь какая-то немного сложная схема была придумана, выдумана с хранением токенов в валмаппингах. Получать мы их будем в цикле, например, при помощи вызова одной и той же структурой с множеством юридических лиц на RS-сендере, ну, пулить. Затем сплетить пакеты по одному юрлицу и, получается, для каждого юрлица запрашивать токен стандартным способом. И в конце записывать это все в валу маппинга. А когда надо будет брать токен, когда у нас придет запрос из track and trace, то мы просто из вал маппинга по соответствующему NNN возьмем токен, поместим его в хедер. Недостатки какие? И токен будет создан, даже если NNN не используется, потому что мы в цикле всегда будем обновлять абсолютно все. Наверняка будет такая ситуация, когда конкретному NNN ничего не нужно подписывать в течение нескольких дней, а мы каждые 9 часов будем для него токен обновлять. Вот. Опять же, есть вопросы с моментом просрочки токена, если он пролежит в ошибке у нас пакет. С одной стороны, мы можем хранить версию stage до мэппинга, чтобы потом получить токен из вал маппа еще разок, а он уже будет свежий, потому что он всегда обновляется. Но в таком случае нам надо каждый раз переподписывать документы. И самая большая проблема еще в этом способе хранения, это то, что в вал мапп мешает 100 символов, а токен у честного знака порядка 9000 занимает. Теоретически можно раздробить было бы на 90 кусков, но это больше из разряда очень хотелось сделать, поэтому сделали. Вот. Тогда мы пошли следующим путем. Мы решили сделать работу с токенами на отдельном модуле. Ну, то есть приблизить обработку токенов как можно ближе к системе получателю. Собственно, как это в оригинале и работает токен. Работают на REST адаптере, на ресивер канале. И хранить токен уже в базе данных PEOшной. Таким образом, у нас токен будет создан только по необходимости. Если какой-то NNN не нужно ничего подписывать, то как бы токен для него никто формировать и не будет. Он будет лежать там просроченный. Если у нас токен просрочится в PEOшке, ой, да, токен просрочится в PEOшке в ошибке, то когда мы переотправим пакет, все на модуле прекрасно сформируется. С этим никаких проблем нет. И получается так, что это очередной кастом. То есть опять Java код, как в случае с CryptoPro сервисом. И если сам код модуля, ну, не такой уж и интересный, что уж там все довольно просто и все уже пробовали это делать, то в работе с модулем для меня был интересен именно момент хранения чего-либо в PEOшке PEO. Вот про это немного хотел рассказать. У нас от... возможно кто-то, да наверняка кто-то уже работал с хранением данных в PEOшке PEOшке PEO. Ну, для меня интересный момент был, может кому-то пригодится. У нас от вендора есть возможность создавать в NVDS компоненты программные, типа dictionary, они же словари, в которых мы можем создавать таблички, ну, просто, буквально в интерфейсе, описывать нужные нам поля. А после этого нам доступна вся мощь JPA, Java Persistence API. Нам требуется создать Entity Bin, который мы свяжем с нашей табличкой и у которого поля в классе этого Entity Bin будут, собственно, соответствовать тем, что у нас в табличке сделано. Вот. После этого от нас требуется только создать интерфейс. Обычно это просто набор там крут полей, больше нам и не нужно. И сделать его реализацию. Причем основным тут является класс Entity Manager, который поставляется в стандартной библиотеке Javax Persistence. То есть он выполняет всю работу по помещению Entity Bin в табличку, а мы лишь оборачиваем его методы в свой интерфейс. И, собственно, потом, после этого мы этот объект в своем модуле через ссылочку подтягиваем и используем все методы, определенные в интерфейсе, для работы с нашей табличкой. Выглядит довольно просто. И немаловажный момент тут в том, что эту табличку, созданную, мы можем просматривать в NVA через SQL Data Browser. Но для этого нужно создать UME Action на созданную нами табличку. Вот. Собственно, это все, что я хотел рассказать. Коллеги, спасибо за внимание. Есть вопросы какие-то? Ну, несколько вопросов есть. Да. Ну, наверное, если с хвоста начинать, надо, как в вашей Бе посмотрели на новый экшен вообще в UME-шке и необходимость его раскидывать в каким-то ролях вот это вот все. Вот. И кому в итоге раскидали? А, у вас нету. У нас их нет. Да. Раскидали его. Огонь. Всем, да, его очень здорово, согласен, раскидали. Через букву А. Просто сам спит, сам. Я понял. Именно пиошником, да. Не, я понял, да-да-да, пиошник. Просто у нас этот, мы тут по фотографии лечим до сих пор половину текста NVA. Другой, наверное, вопрос такого характера, просто, ну, я сейчас буду, наверное, задавать больше прицельный вопрос, потому что я эту интеграцию тоже прошел, но, слава богу, на примере только одного документа. Вот. Вывод из банка. Надо было нам, одному из дочерних организаций, скажем так, с товарами работать об одной категории. А интерфейс для, ой, метод для создания документов там везде один, то есть. Да-да, он общий, просто, да, тип документа отличается, а так все то, что там, да, вот. Ну, и плюс там, окей, был у нас ряд методов по получению информации. Так вот, у нас-то упиралось все в другую штуку. Опять же, по политике и требованиям ИБ у нас ключи, да, ключевые пары и контейнеры, они должны храниться на отчуждаемых носителях. Вот. Здесь тоже вопрос. Как у вас посмотрели на историю серверного подписания, как вы реализовывали Segregation of Duty на уровне CryptoPro сервиса? Так, опять же, нет ИБ. То есть вообще нет? Как и с последним вопросом, вообще нет. Ну, просто, да, хорошо, и тогда дальнейшие вопросы. Ну, на самом деле, я говорю... Такое, да-да-да. Не, в целом, я говорю, как-то по закону об электронных подписках, это элегантно, по закону об электронных подписках, что-то там в 63 ФЗ я читал, что за подпись свою отвечает непосредственно владельец. Да? Вот, а больше я там ничего страшного не нашел. Ну, здесь вопрос-то какое. Почему отчуждаемые носители, потому что, собственно, это физическая гарантия контроля подписью конкретно физического лица, потому что ключики-то хоть и на организацию, но выдаются на конкретных физлиц, и они там регистрируют. Причем на одну организацию по несколько ключиков могут регистрироваться. Вот, и здесь вот все серверные подписи, это всегда надо, скажем так, гарантировать то, что физически отчуждаемый носитель гарантирует чисто по факту своего рождения, да, что вот он физически отчуждаемый. На сервере, чтобы обеспечить тот же уровень, условно, контроля доступа к этой подписи, тут уже надо заморочиться. Вопрос, наверное, такой, косвенный. Как делали user propagation? Ну, то есть сервису же надо все-таки понять, под каким ключом мы что будем делать. Или это было по номеру ИНН? Через ИНН, да, просто по номеру ИНН. Просто по номеру ИНН. Track and Trace передает номер ИНН, он знает, кто сейчас должен этот документ подписать, и все. А как были пользователи? Они зверут, что ключи на них выданы, куда-то там, на какую-то вертелку там закинули, и бог бы с ним, еще что-то им не подписывают. И вообще до бизнеса доносили эту концепцию? Смотри, я вот с точки зрения разработчика, я в это даже особо не погрузился. Я помню. То есть это для меня немножечко за шторкой было. В моем случае это выглядело как обратиться к руководителю и сказать, мне тут для тестов подпись нужна. Понятно. И он такой, ок, ок, и все, и владелец. Вероятнее, все владелец подписи, он владеет физически сервером. Да? Нет, вроде нет. Да нет, почему? Тут вообще сервер на 50 организации. Это бы решило проблему. Ну да. Ну, если бы сервер... В этом плане, я сомнительно согласен. Нет, если бы было 50 экземпляров сервиса CryptoPro для каждой дочки, и каждый сервис крутится на компьютере, стоящем под столом соответствующего директора организации... Нет, ну, опять же, да, шутки шутками. Ну, здесь действительно, на самом деле, в определенной степени, с точки зрения разработки сделано действительно правильно, именно в плане инкапсуляции, вынесения логики, размещения там, где положено. Вот. Но, ну, своим опытом могу поделиться, что вот я реализовывал в итоге действительно первый исходный вариант управления ключом и управления токенами на Абапе, ну, по одной простой причине. Вот. Физический ключ он диктует. Вот. Он есть, он есть в армии пользователя, и все подписание, оно даже не серверное с точки... ну, в контексте Абап сервера приложений, оно прям полностью клиентское. То есть все, вся магия происходит именно в подписании, это взаимодействие ГУЯ с объектами окружения операционной системы пользователя, где и криптопро, там, и ключик, и все вот это. Вот. Абап и САППО, они уже реализуют свою часть, там, Абап, это сформировать документы и сделать запросы в ЦСП на армии, вот, а ПО, собственно, обеспечит транспорт. То есть у вас прямо кусок лежал на флешке, да, это кусок этой программы? Да. Ну, нет, это не кусок программы, на флешке лежала ключевая пара, это, ну, ЕТОКИН, да, ключик, вот, он там лежит, и мы с этим можем только смириться. Вот, поэтому всевозможные тестирования, отладки и прочее до сих пор отсылаются зубной болью, потому что даже в песочнице организовать тестовую ключевую пару, там, что-то, завести и так далее в Честном Знаке, это такое приключение. В общем, в итоге интеграция с Честным Знаком, это просто разобраться с подписями, как их воспроизводить. Ну, в целом, да, да. Ну, единственное, побороть еще, в проприетарщине надо было еще побороть фривольные ответы, HTTP-респонзы, от Честного Знак, потому что они в одних и тех же сервисах могут в респонзе, в зависимости от ситуации, кинуть тебе ответ в любой разметке. Хотят plaintext, номер документа, например. Хотят JSON, а хотят XML. И вот это прям я до сих пор вспоминаю, добрым словом. А вот мы с таким не столкнулись. Ошибки. Не-не-не-не. Сервис, как минимум сервис документов, он отвечает plaintext уже, да, номер документа. А ошибку он вернет, как минимум в XML. Вот. Ну, то есть это либо забить на error handling, либо customer handling на риске какой-нибудь, ну, как я сделал, и поехали с этим возиться. Ну, и там много, ну, точнее, как сказать, несколько было таких моментов. То есть все сервисы, которые предоставляют информацию по единицам товарным, они тоже отвечают JSON в норме, но в случае ошибок там тоже XML, если я правильно помню. Вот. Можно я еще спрошу? Ну, во-первых, поздравлю Антона с успешным дебютом и разработанным элегантным решением, согласно. Отличное слово. Вопрос в чем? То есть вот эта прибуда для подписания теперь находится полностью на поддержке интеграторов, да? Как организован процесс замены ключей? То есть вас бизнес беспокоит или же вы ждете ошибки и идете к бизнесу и говорите, что кажется, там, пора, что обновить или... Ну, вообще есть какой-то регламент обновления ключей? На данный момент эта интеграция настолько молода, что еще даже не вышла в продуктив. Она находится в тестовом ландшафте. То есть пока... Ну, то есть пока вообще не продумывали, да. Да, предположение о том, что... Ну, мы накинем мониторинг. Например, самое важное, что накинуть, это мониторинг по валидности ключа. Он же живет определенное время, он просрочится, никто не узнает. Вот. Сумеется, надо мониторить, наверное. Ну, если еще владелец там как-то не будет обращать на это внимание, например, мы ему об этом скажем. И вот, что он сможет воспользоваться постзапросиком, методом криптопро-сервиса и заново залить свой контейнер. Спасибо. Здорово. Андрей, плохо было слышно, но услышал про количество запросов. Я пробовал гонять сервис на подписание именно через пиошку. То есть я там на джаве обращался в пиошку, в 10 потоков, в 1000 пакетов на нее загружал, так, чтобы наверняка там появилась очередь и использовались все потоки пиошки. И 1000 пакетов, в каждом из которых была строка на 1000 символов, которая должна была подписаться лукапом. Ну, из пиошки, из мэппинга. Прошло это чуть меньше, чем за 2 минуты. Как-то так. Спасибо. У меня вот, я вспомнил еще один вопрос, который у меня вызывал зубную боль. И я до сих пор, наверное, его добрым словом упоминаю. А как ты в итоге помещал эти замечательные, чудеснейшие токены, содержащие, наверное, войну и мир в полном издании? А что, аж 5 мегабайт оно весит. Как ты это помещал в хедер? Ну, там смысл такой, что, как сказать, в DC оно точно не влезло. Вот. Так, подожди. Ну, из модуля помещал просто. А, все. Точно. Тебе же все проще. Ну, да, здесь логично. Так, подожди, а ты из модуля, ты прямо в модулях этот клиент реализовал, получается? Нет, все лукапы, которые работают в модуле, были через лукап-каналов. То есть, есть каналы, в них все настроено куда больше. Я все понял. Для модуля через параметры мы говорим, что этот канал будет за токены отвечать, этот за другое, этот за обращение, за подписью, и модуль. Вот так вот. Просто дергаем. А, ну, хорошо. Да, окей. Просто здесь вот и вопрос, технический нюанс такой. Канал именно вызова сервиса, любого там на стороне частного знака, я так понимаю, скорее всего, в ресте был в каком-нибудь, да? Угу. Угу, это такое, да. Там все-таки именно в хедер ты помещал, я так понимаю, через опишку каким-то образом. Ну, то есть, еще раз, у меня поместить просто в DC, соответствующего namespace, да, там, как параметр REST-канала, не получилось. Ну, DC такого объема текст не съел, ну, в плане именно токен. Вот. Поэтому хотим спросить, то есть, как ты в итоге прокидывал? Слушай, я не могу вспомнить. Я точно не столкнулся с такой проблемой. Мы столкнулись, я могу сказать, что частный знак не ругается, если токен лежит в деле REST. Это во-первых. А во-вторых, в чате SAP Integration показывает отличный способ, как сделать через атрибут элемента и затем его обретать. Вот два варианта. Ну, в итоге я это изобретал, вот. Ну, вот, ну, то есть, вообще, он ведь даже если теле передается, он не ругается. Ну, есть лишний элемент, ему не мешает. Ну, да, я помню. Ну, нас, скажем так, я по совести спросил разработчиков ЧЗ, что будет, если мы им оставим тело. Они сказали, ну, нехорошо это. И, как ответственно... Мы не спрашивали, мы решили, что нас не ругали. Понятно. Я думаю, ну, надо все-таки как-то технологически прикрыть, вот это прикоптать. Ну, поэтому, да, пришлось через атрибут это все пробрасывать, соответственно, экспатам доставать, а потом резать все чертям собачьим. Я обязательно посмотрю в коде, как я это сделал. К сожалению, забыл. Наверное, потому что даже внимания не обратил, и оно работало. Как точно реализовал, не вспомнил. Но я посмотрю обязательно и скину. Ну, просто в их GVT-токене они прям катастрофически много информации передают на самом деле. Ну, да, там все информация владельца, все группы, все роли, которые нужны. Да, и прям, я не знаю, может быть, у нас там настолько оно переотяжелено было, анамнез нашей компании, в токене, что он у нас оказался графически большим. Ну, так, опять же, действительно, хочется это поздравить за очередной вариант решения этой замечательной задачи, как интеграция с честным знаком. Было интересно, мне понравилось. Это главное. Да. Тоже Антона хотел поздравить с замечательным докладом и разработкой. Просто, как сказать, небольшую заметку сделаю, которую, ну, такого общего характера. Смотрите, вот раньше у нас, как, были веб-сервисы, да, и мы с ними спокойно, то есть был в СДЛ, был у нас в СДЛ, была там своя таможня, да. А вот. А сейчас что происходит? Сейчас, вот говорят, интегрируйтесь с этой системой. Объект один. А смотрите, сколько там сопля, как соплей, вызовов, там, каких-то токенов и прочего. И получается, что они все системы интеграционные, ну, которые сейчас вот существовать начинают, они же вот этот, для чего делают вот эти все токены и прочее, они делают для веб-морды. Ну, я так понимаю, да. То есть, с той стороны стоит сессия с веб-мордой, и она все это хорошо делает. Ей все равно, сколько там раз HTTP-запрос кинуть, да, и получить в ответ, чтобы один заказ там, например, создать. И такое вот нам дают, нате, интегрируйтесь. А в старой, как бы, парадигме вот ESB-шной, да, такого нету, поэтому нам приходится вот в эти модули что-то придумывать, колхозить, лукапить и прочее. И вот как с этим бороться, я, честно говоря, не знаю. Как это упорядочивать или там не знаю как. Есть комментарий. На самом деле, я здесь про историческую историю, наверное, расскажу байку про одну известную компанию, большую, ну, точнее, про компанию N. Вот. И на одном из проектов, исторически, как-то так архитектор на довольно старой версии шины, на PI там, по-моему, 7.3, он был даже не 7.3.1, возможно, а может и 7.3.1, на DualStack'е, предложил такую историю. Зачем нам в сабсистему писать там какой-то ABAP? Ну, это ж нехорошо. Надо пользоваться стандартом с большой буквы S. И, соответственно, у нас интеграция по передаче контрагента была реализована на CCBPM, каскадом вызовов абсолютно всех BAPI, которые, вызов которых, собственно, реализует запись контрагента в сабсистему. Ну, то есть абсолютно всю бизнес-логику решением, там, в ростчерком пера архитектора пришлось перенести CCBPM на PI. Это вот к вопросу о том, что... Как транзакционная целостность обеспечилась? Ну, там очень много веток. Там 27 веток эксепшенов было. Ну, то есть транзакционная целостность. Там очень много BAPI-шных проверок было. И там, соответственно, в итоге, ну, транзакционность обеспечивают. Ну, это было настолько вот прям чудесно. И когда я траблшутил это великолепие, я прям очень радовался. Вместо того, чтобы написать лаконичный BAP-серверный прокси, реализацию, вот, пришлось вот это вот делать, дергать BAPI стандартом, да, стандарт реализовать на CCBPM. Это к вопросу, Андрей, о том, что сейчас какие негодяи делают все под UI. Ну, на самом деле, раньше такие штуки были, что вот BAPI-шки используют, да, а BAPI-шка одна не идет, там, логика целая, там, к этой BAPI-шке вот эта BAPI-шка проверяет, а эта верифает, а эта еще что-то делает. И ответ один с большой буквы О – оборачивать. Хотите интегрировать, коллеги, оборачиваем все это великолепие в какой-то единый сервис. Да, бизнес-логика на стороне бизнес-системы. Вот, и, собственно, если транзакционности нет, давайте вы ее привнесете, а мы ее, вот, соответственно, дернем из middleware и не будем делать голову. Ну, потому что иначе это действительно, как сказать, невозможно автоматизировать каос, да, интегрировать в таком виде – это, ну, как сказать, неэксплуатируемое решение в итоге. Потому что на middleware разобраться, где, что пошло не так в бизнес-контексте после десятого вызова из тридцати вот этих веб-методов, и почему оно не записалось в итоге. Ну, это, я не знаю, выстрел себе в ногу, наверное. Ну, фактически это просто как бы предполагалось, очевидно, что этот выстрел в ногу будут делать себе разрабы той системы. Если мы ESB уберем, да, если мы ESB, как вот сейчас любят, да, зачем вам вот это лазанье, да, кушайте обратно спагетти. Вот, это все, что ты говоришь, должен делать разраб той системы. Вот, причем не факт, что он сделает проект и останется работать, да, и кто потом в этой его реализации вот этой последовательности, которые ты сейчас с ужасом говоришь на ESB, будет разбираться. То есть об этом тоже мало кто вспоминает перед тем, как выбросить ESB. У меня вот тут вопрос ко всему, к этому, что как раз, а где ты обертку предлагаешь делать? На стороне поставщика сервиса? Ну, на стороне провайдера, да, вы уж как-то версиируете. Ну, вот у нас как будто, у нас, да, у нас же вот в чате было, что обертывающей технологией является Camel, вот. Соответственно, вот на Camel и обертывать. Слушайте, вот... Меда два горыба, потому что жизнь борьба. Да, 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 именно так. Классика. Вопрос, это тоже, я когда сейчас пока смотрел, прям все по болевым точкам, ну, только давайте там меняем название одной госсистемы на другую госсистему. Допустим, тот же самый Меркурий, Витис Меркурий, тоже шикарнейший. У нас даже сейчас вот на нашей маленькой эксплуатации, которая есть, тоже есть такие системы, которые придумали свой собственный протокол идентификации. Ладно, как бы, хорошо, что криптографию еще не добавили. Но тоже очень болезненно смотрю на вот эти вот вопросы взаимодействия с системами, где большие сложные протоколы построены, протокол взаимодействия, только для того, чтобы реализовать действительно там один логический сервис, да, там, передать документ или получить, или зарегистрировать честном знаке партию. И у меня тоже ответ, просто тем чаще, я сталкиваюсь с этими задачами, тем чаще у меня всплывает ответ, но оборачивать, да, но оборачивать что-то вроде, мы не можем доработать госсистему, значит, должно быть некоторое решение технологическое, которое работает как самостоятельная система, и которое по принципу точка-точка полностью закрывает и решает те задачи, которые там имеются. Ну, то есть на рынке можно предложить услугу, да, обертывание, то есть вот прямо вот раньше было там интеграция, а теперь вот обертывание. Ну, вообще, да, на самом деле это была одна из идей, которая у меня была в голове, но действительно, если оборачивать на провайдере не получается, сделай свой провайдер-прокладку, провайдер, чтобы не подтекало, вот. Да-да-да, и туда же закинуть все вопросы. Террификация там по количеству вызовов, да. Я вот кейс хотел как раз добавить в эту тему, что, например, провайдер EDI. С одной стороны, мы можем там обмениваться старым добрым способом по SFTP, по понятной структуре, какими-то документами. Здесь все ок, здесь все понятно. Оберток никаких не требуется. С другой стороны, у EDI-провайдеров часто есть история, что ты можешь сделать какой-нибудь сток-чек или inventory inquiry, то есть проверку остатков, проведение инвентаризации через веб-сервис. Вот, и как бы, ну, типа они крупные люди, да, которые поставляют по стандартам, да, что вот у них там ISO какой-то прописан, и они от этого прыгают. И они тебе прекрасно дадут такой, как бы, аргумент, что вот у нас вариантов обернуть никаких нету. Когда ты еще и лезешь туда, сам веб-сервис посмотреть, что там за структура, то там еще вот, ну, я думаю, многие сталкивались, такая веселая боль, когда у тебя в XSD есть импорт XSD, внутри нее есть еще один импорт XSD, и у тебя вот такая вот эта вереница стандартных XSD-шек, которые тебе нужно с помощью этой конструкции как-то импортировать. При том, что либо ты собираешь свою XSD-шку, потому что у тебя нет возможности ее получить по вебу, допустим, ибо не разрешает донлодить такие вещи, либо ты как раз договариваешься с теми, кто как раз режет доступ, и что, ребят, нужен доступ, потому что вот надо вот эту штуку собрать, разовый доступ хотя бы дайте, чтобы это все собралось, и вот такую историю как бы получить. То есть, ну, действительно, услуга обертывания выглядит как новый скилл интегратора в будущее. На самом деле этот, у нас еще не Хэллоуин, но я еще, наверное, одну страшную прям вещь скажу, вот про всевозможные кастомные XSD и творческий подход к реализации интеграции в некоторых продуктах. Object Training называется. Это вот одно, по-моему, и в общем. Object Training нервно гурит в углу по сравнению с Mixed True в серединке текста, когда у тебя идет XML, потом у тебя из-за Mixed True оно имеет полное право зафигачить туда просто произвольный текст, а потом дальше как бы Mixed True заканчивается, дальше XML. Привет, Spark, если кто слышит. Да не, не, понятно, стоп, здесь все очень просто. У меня есть стоп-слово для этого, называется C-Data. Вот. Ну, вообще... Давайте это можно, но это очень неприятно. Не, я понимаю, я со Spark интегрировался, пока вроде бы они что-то более-менее нормальное кидали. Вот. Ну, я прям вот так вот, чтобы мне болезненно отшибало ногу, пока не встречался, слава богу. Вот. Хотя поплясать тоже с ними пришлось, они тоже реализовали стандартное прям с куками, с прочей историей, и способ подключения, все кидают какие-то примеры, там, реализуйте библиотечку на C-Sharp, реализуйте библиотечку на, там, я не знаю, на Java, еще что-то. А когда я говорю, дайте мне сиквенс-диаграмму и формат куков ваших, и откуда это что доставать. В общем, пришлось это. Методом проб-ошибок это все-таки нафигарить конструкцию на SOAP-эксисе. Это недавно было, да? Ну, плюс-минус относительно. Вот. И все-таки, да, это как-то прикостать API. На самом деле здесь, наверное, что хотелось бы на эту тему сказать. Почему действительно вариант оборачивания даже со своей стороны выглядит намного лучше? Потому что, вот, по-моему, самое страшное, что может быть в эксплуатации, это неявное решение на стыке low-кода и прямо вот hard-кода. Это когда в API у тебя с одной стороны вроде бы поток, который, ну, выглядит как обычный поток. Скромный интерфейс, какой-то мэппинг, какой-нибудь там inner, inbound интерфейс, и каналы вроде бы плюс-минус понятные. Но там есть где-нибудь в мэппинге какая-нибудь UDF, вызывающая там локальный EGB, там, либо запускающая шедулер, либо еще что-нибудь в этом роде. А на канале какой-нибудь этот модульчик, который ты открываешь, вроде бы канал нормальный, а как открываешь этот какого-то вкладку с настройкой модуль процессора, там просто волосы начинают шевелиться. И что хуже всего? Именно вот в low-код вкидывание слишком комплексной логики. И здесь действительно видится, что уж лучше написать на коде что-то оборачивающее, потому что ты в коде хотя бы, ну, ты можешь оследить логику. Ты понимаешь, что происходит, код связанный. А low-код, он связан к куче неявных механик, заложенных непосредственно вендором. И на тьювер, хоть он и расширяемый, но зачастую, если ты заранее не в курсе, у тебя нет спецификации и не знаешь, как это там условно могло бы быть реализовано, есть огромное количество способов передать информацию там от сендера, от сендера канала до ресивера максимально неявными способами. Максимально неявными способами эту информацию обработать. Вот, поэтому вот мне кажется, все-таки на ESB действительно там, где low-код и есть куча вот таких вот мощных инструментов прокидывания инфы и доп. обработки неявным образом, лучше вот до последнего этим не пользоваться и действительно написать какой-то сервис единый на стороне ресивера оборачивающий. Там вот прям в коде нормально эту логику всю утоптать, которую будет видно, и дебажить это можно будет, а обращаться туда единым вызовом. И это волки сыты. Ну, это называется выровнять ожидания, потому что ожидания от API у нас, конечно, и у всех, и должно быть так, что это low-код, у которого, да, есть трансформация данных, желательно вообще без взаимодействия с внешней стороной, да, трансформация, и маршрутизация, и все. Ну, то есть в таком контексте думать, размышлять и понимать, где что выстрелить, гораздо проще. И, наверное, в контексте действительно ESB так и должно оставаться. Не должно быть никакой неявной, а тем более нарушающей наши ожидания ситуации. То есть я, честно, всегда за и до сих пор за, до самого-самого последнего, пока уже пистолет не представят, вытаскивать все сложности за пределы шины и оставлять их в отправителе, либо в получательстве, кто что может. Про машиноотчужаемые носители, какой-то эти, большинство, отчужаемые носители для цифровой подписи. Интересный фактует. Встретил я на просторах эксплуатации, сервис, который занимается, давайте я скажу так, что я не помню чем, но, по-моему, юзадо, юридически значимый документ обороны. Эти ребята, естественно, раз это юридически значимый, значит цифровая подпись. Цифровая подпись, ну, как бы составил шаблон, проверил, нажал, готово к подписи, подписал, отправил. Ничего с точки зрения архитектуры, подхода, ничего сложного нет. Но воткнулись в то, что необходима подпись этого, подпись человека в тот момент, когда его нет, в отпуске, например. Это еще пока без машиночитаемых доверенностей, без вот этого все. И, соответственно, они говорят, у нас все нормально. Мы говорим, ну, невозможно, как это, что значит нормально, вы подписываете документы, когда человека нет, как бы сертификата нет. Да, 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 все нормально. Копнули. Вопрос решается очень прикольным способом. Это, кстати, к тому, как можно эллиционировать даже вот, можно и, честно, кстати, туда подцепить с легкой разработкой. На компьютере, на машинном, на рабочем месте установлена программа, которая взаимодействует, естественно, с отчуждаемым носителем, с подписи. Это как раз для них это рабочий стол, который обеспечивает взаимодействие флешки с системой. Ну, у них это собственная разработка. Если вы в отпуске, вы можете оформить доверенность, ну, или, точнее, это внутренние права, я не скажу, что это доверенность, но внутренние, внутри системы есть права на подпись. Ты можешь сказать, я даю право на подпись другому пользователю этой же системы. В тот момент, когда тот человек говорит, я хочу оформить на подпись, ну, в смысле, готово к подписи, он нажимает, я хочу ее подписать подписью вот этого человека и отправляет. Все, что отправляет конкретно этот человек на подпись, а там подписанта ты выбираешь, ну, типа, на пакет документов, который необходимо подписать, там все направляют друг к другу. Я направляю генеральному директору на подпись, там такого принципа. Соответственно, если я какой-то конкретный человек, которому дали полномочия, направляю этому конкретному генеральному директору на подпись, срабатывает внутренняя логика вот этих доверенностей, полномочий, и рабочая станция генерального директора, которая включена в сеть, которая включена в питание, в которой внутри воткнута флешка, это ПО получает запрос, проверяет, кто отправил, что отправил, берет эту подпись и сам подписывает и отправляет дальше в работу. То есть генеральный директор, по сути, уходя, оставил рабочим компьютер, оставил там флешку подключенную, ввел туда пин-код, она работала, и пока открыт окно подписания, имею в виду вот это, окно их приложения, естественно, сессия все еще открыта, ключи все еще доступны, и оно автоматически в фоне осуществляет необходимую подпись и отправляет туда. Тем самым, ну, как бы, это очень странная схема, но позволяет как раз отчуждаемый носитель все еще использовать. На рабочем месте вот флешка, выдернул, полномочий нет, вставлено, пин-код был введен, подпись работает. Ну, соответственно, получается, что трафик, который подписываете, проходит через рабочее место с флешкой, и тем самым никогда подпись с этой рабочей станции никуда не уходит, я имею в виду, в смысле, приватная пара ключей. Есть предложение по развитию. Есть предложение по развитию в порядке бреда. У нас же есть роботизированные ленточные библиотеки. Пора делать роботизированные библиотеки отчуждаемых носителей ключевых пар. А еще последняя мысль про, как бы, вот эти, типа, делать ли обертку или нет. Мне, честно говоря, кажется, ну, как бы, в концепции САПа, которая была изначально, но сейчас бы я бы сказал, что, опять-таки, ни в коем случае я бы так не делал, если у вас проблема интеграции, ну, вот, у вас честный знак, надо интегрироваться. Все очень просто. У вас должен быть установлен адаптер для честного знака. И внутри адаптера как раз скрыта абсолютно вся логика работы. Я вот эту концепцию сейчас чувствую, как как REST, ковыряем, а OpenOS там внутри и кэширование токенов там внутри самостоятельно сделано. То есть и управление сервером токеном тоже как бы внутри этого компонента сделано. Соответственно, я так понимаю, что идеальная концепция САПовская была если что-то ненормальное, разработай целиком адаптер и радуйся жизни. Плохая мысль, я сейчас так не делал, но мне кажется, концепция была туда. И типа внутри адаптера можно было все скрыть и тогда с вашей точки зрения как разработчика, как эксплуатанта, отправитель ABAP-система, получатель честный знак, в канале прописано абсолютно все. Проблемы, конечно, с этими, со всеми подписями, но условность именно в ту сторону. Если необычная аутентификация, необычный механизм взаимодействия, необычный формат, необычная упаковка, все это должен решать адаптер, а не должен решать адаптер. Ну да, в старые времена так же было сделано. Вот как диадок, например, у него есть свой транспорт, его импортируешь в SAP, в ABAP-систему, и у тебя получается все, что все уже подключено. Тебе только HTTP-соединение разрешить и готово дело. Он там все делает с диадоком. Читает, пишет там и так далее. Здесь есть на самом деле тонкость. Просто я вижу, что как бы вот откуда появляется вот эта необходимость обертывания, потому что тех, кто делает вот такие штуки, потому что они, наверное, ну как я вижу себе этот процесс. Почему так получается? Потому что они написали для этого честного знака веб-интерфейс, и в этом веб-интерфейсе вот эти все сопли, они органично использовали. А потом им сказали, а теперь сделайте API для всего остального мира. Они такие, да, не вопрос. И вот эти методы просто оформили. контроль фа, контроль фа, контроль фа. Все? Да, там даже не свагер, там на самом деле PDF-ная документажка, потому что, ну ладно, не буду. Здесь на самом деле есть в этой концепции определенное, скажем так, отхождение от идеологии в следующем сад был последний, но именно на интеграционных платформах преследовал идеологию абстрагирования структуры передаваемых данных, то есть понятие вообще интерфейса от технологии передачи. А в честном знаке как раз есть такая проблема, что там это очень тесно связано. Как только ты начинаешь писать адаптер, да, ты начинаешь завязываться на структуре данных, которые в этот адаптер полезут, потому что там в принципе логика такая, что чтобы что-то там условно подписать, что-то достать и так далее, надо обращаться к конкретным полям конкретных передаваемых документов, да, там JSON-чиков, XML-чиков, вот. А чтобы это сделать, да, реализовать на адаптере, ты должен действительно знать и понимать структуру передаваемых данных. И вот это абстрагирование ну, ломается естественно на корню. Вот. И вот как раз этого и пытались избежать до последнего. И это, ну, мне ведь было хорошо, да, то есть у тебя эти вещи должны быть друг от друга абстрагированы. Они не должны смешиваться. А тут вот Илья, наверное, Илья еще с нами? Хочется верить. Да. Да, хотел просто напомнить, помнишь, по-моему, ты делал какую-то разработку, которая ну, как выходила по веб-сайту и все делала, что нужно? Ну, Selenium. Да, да, да. Selenium – это такой юнит-тест для клиент-сайда и в Арибе, да, приходилось, так как не было API в Арибе некоторого по выкладыванию листов согласования, то это был веб-сервис, который принимал на вход запросы, потом запускал Selenium, лез в Арибу, заходил под пользователем, ходил там, ходил, делал-делал, что-то скачивал оттуда и что-то закачивал туда, да, это прям была такая разработка, когда нет API, то должен браузер работать на Chrome драйвере это работает. Проблема, что это не просто браузер, а что это там всякие jQuery, всякого там JavaScript полно, то есть там невозможно хттп-запросами что-то сделать, это надо скачивать, открывать страницу, выполнять JavaScript-ы, прикидываться Chrome, всякие геометрии, примерно смотреть этими CSS-запросами, понимать, куда надо ткнуться, ну и все это, так как продукт облачный, все это работает очень на доверии, что полгода оно проработает, потом SAP выпускает новую версию, что-то ломается, что-то патчется, дальше оно работает до релиза следующего. Ладно бы это был стабильный продукт, но когда это в облаке, конечно, это очень от безысходности было написано, и все стороны это понимали, что другого выхода нет просто. Ну это что-то типа RPA. Ну это когда мы делаем API для продукта, у которого нет API. Ну это экранная логика же. Это как пакетный ввод. В терминах SAP это пакетный ввод. В терминах SAP это пакетный ввод, а так это обычный робот RPA. А, я неправильно слышал, да, это RPA, конечно, в чистом виде. Просто SAP RPA, который именно SAP RPA, он сделан по-моему смесь Python и JavaScript, Серега Федичкин на нем писал. На Selenium мне показалось более просто и органично это делается. SAP RPA как-то мне показался не совсем удобен. То есть там надо было еще больше усилий. Тут вроде населением пишешь с трудом и логику утаптываешь, а в готовом RPA это еще хуже. Ты борешься не с сайтом, а еще и с продуктом, который должен бороться с сайтом. Так, я тогда останавливаю запись. Антон, спасибо большое. Действительно хорошая и интересная информация.